Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Встречаемся с парнем полгода. За это время очень много ссоримся, но только по пустякам. И чаще всего либо он может развернуться на улицу и идти, либо я не выдерживаю и ухожу. Так, вы пишите, что встречаетесь в полгода. Давайте вот как-то так немножко соберём кучу. Вот как вы познакомились, что вас объединяет, что вас связывает. Дальше, вы пишите, за это время много ссоримся, но по пустякам. Каков ваш вклад в ссору? Конкретно ваш вклад какой? То есть вот конкретно вы что делаете? Это первый момент. Второй момент. Не кажется ли вам, что вы несколько, как будто несколько обесцениваете, что ли, вот этот вот момент? Вот этот момент, где, ну, где вы ссоритесь. То есть не кажется ли вам, что вы его, как бы, обесцениваете, как будто бы. То есть вот, не кажется ли вам это? То есть, ну, если вы, если вы ссоритесь, если вы ссоритесь, то, ну, наверное, как мне кажется, это, наверное, важно. То есть, ну, наверное, то есть, если вы ссоритесь, значит, вас, вот, какие-то вещи, получается, волнуют. Если вы ссоритесь, значит, какие-то, ну, моменты вас, получается, опять же, привозят, вот. Если вы ссоритесь, значит, ну, наверное, что-то вас задевает и цепляет, вот. И в этом смысле, как мне кажется, особенно странно видеть то, что вы говорите про пустыки, то, что вы говорите, что это пустыки, вот. Ну, опять же, ну, опять же, на мой взгляд, не такой же запустяк. То есть, не пытаетесь ли вы, условно говоря, убежать как-то вот от реальности, не пытаетесь ли вы принять проблему. Вот. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Дальше, значит, либо он может развернуться на улицу и уйти, либо я не выдерживаю. Хожу ни разу, если не было настоящей ссоры, за которой можно было бы реально долго не разговаривать. Ну, а вот то, что вы уходите, опять же, вы уходите, чего вы не выдерживаете. То есть, вот, такой момент. То есть, если, ну, если вы уходите, да, вот как вы говорите, там, что я ухожу, например. Вот. То, вероятно, речь идёт о чём? О том, что вы что-то терпите. Вот. Так. После чего вы не выдерживаете и на что уходите? Вот. Так у меня к вам вопрос, а вот что именно вы, ну, с чего именно вы не выдерживаете? Вот что конкретно вы терпите и как бы от чего вы уходите? Потому что я бы сказал, что в известной степени это напоминает бегство. То есть, вот, ну, на самом деле, как будто вы убегаете, как будто вы бежите от, там, ну, от проблемы какой-то, вот, например. Ну, например, своей проблемой вы убегаете какой-то, вот. Дальше. Мой парень уже не обидчивый и на любую мою шутку может обидеться и не разговаривать несколько дней. Так вы определитесь, пожалуйста, вы пишите, что не было ссоры, за которые можно было бы реально долго не разговаривать, и вы пишите, что на любую шутку наблюдаются и несколько дней не разговариваете. А несколько дней не разговаривают это долго, по вашему мнению. Хотя сам может сказать реально уже не обидную вещь, что для него это нормально. Возможно, да, для него это нормально. Вы чего делать-то хотите? Вы хотите со своей обидой поработать? Или вы как бы человека не принимаете, но боитесь с ним расставаться или боитесь ему как-то сказать об этом? Опять же, а коммуникация у вас как развита? Последняя наша ссора была на той почве, что он пришёл ко мне домой и ждал меня 20 минут, пока я соберусь. Но опять же, здесь не совсем понятно. Если вы говорите, что у вас не было настоящих ссоры, то что вы называете ссоры сейчас? То есть если вы говорите, что у вас не было настоящих ссор, вы говорите, что последняя наша ссора. Это первое. Второе. Что меня смущает, это то, что вы, ну, говорите наша ссора. Понимаете, когда вы говорите наша ссора, не совсем понятно, кто за что ответственный, кто какой вклад вложил в ситуацию, которая произошла. Понимаете? То есть, ну, вот как определить, да? Какой вы вклад внесли в конфликт? Какой вклад мужчина внёс в конфликт, например? То есть, окей, может быть вам и понятно, какой вклад мужчина внёс в конфликт. Скорее всего, так и есть. Вам это, скорее всего, понятно. Но это не понятно нам, потому что мы ситуацию не знаем в этом смысле. Вот. И вот это момент, это очень такой вот серьёзный аспект, потому что, ну, хочется немножко более подробно, раз вы обратились, да, понимать, хочется немножко более подробную картинку иметь. Вот. Того, что... Того, что вы описываете. Так, потом я спросил у него, далеко ли мы пойдём, если нет, можно пойти на каблукак. Он сказал, недалеко, поэтому можно. А, ну, нормально для вас. Что вы спрашиваете, по сути, у человека, что вам надеть. То есть, ну... Вас это не смущает. Вот. Мы пошли гулять. Всё было хорошо. Прошло минут 30. Он начал мне говорить, что я медленно иду. Я говорю ему, что я на каблуках. Мы никуда не торопимся. А дальше начал рассказывать, что знал меня долго. Кому не нравится, что он вечно меня ждёт. На что я ему ответил, что я для него снаряжал. Значит, давайте по порядку. Мы пошли гулять, всё было хорошо. Что значит, что было хорошо? Хорошо, это как? Прошло 30 минут, он начал мне говорить, что я медленно иду. То есть... Ну, как это выглядит для меня, да? Что вот 30 минут, всё было нормально. Потом я начал нам предъявлять претензии. Далее, значит, смотрите. Если человек определяет претензии, значит, у него что-то происходит. С ним что-то произошло. Он так обращается со своими чувствами. Вот. Вы же начинаете с ним спорить и говорить, что... Значит, так. Я говорю ему, что на каблуках мы никуда не торопимся. То есть... Это как бы вы, ну, по сути... Ну, как обрадуетесь, как будто бы. Вот. Дальше я начал рассказывать, что он ждал меня долго, что мне нравится. Он вечером меня убьёт. На что я ответил, что я за него снаряжалась. Это интересный момент, потому что... Здесь вы как бы ставите ему вину то, что вы делаете для него. То есть здесь нарушаются личные границы. Вы это для себя делаете. То есть вполне возможно, что молодой человек ведёт себя так, именно потому что вы для него делаете это. Но не для себя. И что с его запросами ему нужен мужик, который быстро собирается быстро ходить. Но тут уже вы откровенно нападаете на него. То есть как бы тут такое ощущение, да, что вы уже с претензией к кабиде идут. Так вот. Вот. То есть это уже пошла деструкция. Потом мы сели на лавочку, он сидел в телефоне всё время. А потом говорит, что всё, пошли, мне надо ещё по делам. Я сказал, что не хочу домой, так как мы толком не погуляли. А тут вы начинаете вроде бы говорить про себя. Вроде бы. То есть вы вроде бы начинаете говорить о себе. Вот. Но... Как будто бы из протеста. То есть вообще... Вообще... Эм... Как бы... Ну, глобально получается такая картинка, такая картинка, картинка... Эм... Что... У вас есть ожидания... Эм... От... Ну... От... 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 Человека. От... От... Человека. От... Как будто бы у вас есть ожидания. Как будто бы у вас есть ожидания. И у него есть ожидания. Но... Эти ожидания не оправдываются. То есть вы как будто бы вот. Эм... Время наталкивает. На... Разжирать. На... Разжирать. Вот. У меня вопрос. Да, насколько вы видите реального человека перед собой. И видите ли вы его вообще. Вот. Что значит... Ну, лично у меня есть такое ощущение, лично у меня есть такое чувство, ну вот, что вы его не видите, как будто бы. То есть я, конечно, не знаю всех деталей, но есть такое ощущение, что вы не видите реального человека, видится только вот именно то, что, ну как-то, не знаю, как-то должно соответствовать вашему ожиданию, как будто бы. А ожидание не соответствует. Вот, ну, опять же, потому что человек другой. Так, значит, он посидел, так, начал, он посидел в телефоне, начал агрессировать человека, давай, конечно, сидеть, у меня же кроме тебя нет дела, потом ударил возле меня лавочку, и осталось, когда она, что ненормально, и ушла. То есть вот, опять же, не совсем понятно здесь характер вашей реакции. То есть если вы считаете, что такое поведение неприемлемо, то, ну, наверное, как бы очевидно, что вы разные люди. И любопытно другое, что вам не захотелось понять и узнать, что с человеком произошло, что он так себя начал вести. Вот. При том, что это явно, явно, ну, такое, достаточно резкое поведение. Это именно что резкое поведение. Вот, то есть вы здесь, как бы, уходите в агрессию сами. И вот вопрос в том, что вы хотите с этим делать. То есть вы можете, повторюсь, посчитать такое поведение неприемлемым для себя, да, 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 разные люди. Либо вы можете пытаться понять друг другу. Подскажите, как мне быть? Как быть, чтобы что? Чтобы что? Цель какая? Во-первых, про обычную ссоры, которую я не открыл. Во-вторых, меня немного напугалось, что он так впервые агрессивно ударил лавку возле меня, а вдруг он потом меня ударит. Что ж, вообще опасения логичны, и повторюсь, это решать вам. Вот. Дальше. Брат ссоры, вы, как бы, вот здесь представляете все так, как будто бы за ссорах виноват только он. Это не правда, а ссорах ответственны. И вы тоже. Мне вот необходимо увидеть свой вклад в ссору. Вот. И в целом, как-то лучше посмотреть, да, как вы воспринимаете человека, как вы его воспринимаете, как вы его видите, вот. И как вы видите себя в нем. С ним, точнее, себя с ним. Как вы видите себя с ним. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на ссору работу. Удачи вам. Всего самого доброго. Обращайтесь.